Микс Ньюс Давайте напишем историю вместе Прекрасная юность Поиски правды Спывшиеся надежды И данные обещания Флэшмобы в Фейсбуке И случаи из нашей жизни В студии Радио Болтком По пятницам в три часа В программе Очевидец Добрый день, уважаемые радиослушатели Сегодня у нас снова в студии Дани Зелманис Доктор экономики Латвийский советский дипломат Наверное, можно так сказать И замечательный человек Который написал уже несколько трудов Книг В частности, книгу «Диалоги с Николаем Нелманом» О которой мы обсуждали в прошлой нашей программе И в этой книге Дани Зелманис упомянул И о том событии, которое произошло Ну, можно так сказать На его глазах Ну или по крайней мере При его активном наблюдении Шведской экономической и политической жизни Это убийство Олафа Пальмы Олаф Пальмы был премьер-министром Швеции Он был социал-демократом И многие годы руководил шведским правительством Сначала как помощник его руководителя А затем и как премьер-министр Убийство Олафа Пальмы осталось нерасследованным Да, Дани Зелманис До сих пор Убийца как бы не установлен Не осужден Вот И это было очень громкое политическое преступление Которое вызвало очень много вопросов Версий Расследований с различных сторон И вот одно из таких расследований Предпринял, кстати, и наш сегодняшний собеседник Дани Зелманис И в своей книге «Диалоги с Николаем Нейландом» И в новой готовящейся книге Которую вы сейчас хотите издать Да, Дани? Ну посмотрим, да Желание есть Посмотрим Я хотела бы напомнить, что Радиослушатели могут позвонить И задать свои вопросы по телефону 672-229 12-93-9-672 13-93-9 И об этом событии И об этом человеке Дани Зелманису Поскольку он очень хорошо знает Всю цепь событий Которые связаны были с руководством Улафа Пальмы Правительством Швеции С взаимоотношениями между Швецией И Советским Союзом тогда Швецией и Латвией Кстати, надо напомнить Нашим радиослушателям Что Улаф Пальма имеет латвийские корни Потому что его дедушка Балтийский немец Вальдемар Августович Форн Книрим Был директором Рижского политехнического института С 1906 по 1916 год У этой семьи было поместье в Латвии Которое Иулаф Пальмы посещал до 1940 года И затем уже при помощи Николая Нейланда Николая Васильевича Состоялся визит Такой неофициальный Можно сказать Частный визит Представителей семьи Улафа Пальмы В Латвию Когда они и посетили места Своего детства И познакомились с жизнью Латвии И вынесли из этой поездки Довольно-таки позитивное впечатление Итак, убийство Улафа Пальмы Произошло в центре Стокгольма На центральной улице Свея-Веген Когда он с супругой Вышел из кинотеатра И направился просто прогуляться То есть никто не мог предположить Что он пойдет, например, не в метро Как он бы мог, например, спуститься в метро И уехать домой А решит прогуляться после киносеанса И как раз в ходе этой прогулки Его настиг убийца И выстрелом сзади Фактически оборвал его жизнь Вот когда вы изучали обстоятельства Этого громкого политического убийства Дайнис Что вас больше всего Ну, встревожило Что вызывало больше всего вопросов? Ну, во-первых, чисто человеческий шок Что что-то такое Может произойти в Швеции Которая славится Ну, с таким, так сказать, миролюбивым Хотя в прошлом Был случай, да Когда короля Густава Третьего Во время карнавального бала Да, застрелили Такой анкерстрем Так что нельзя сказать, что Ну Политические убийства для Швеции Совершенно что-то чужое Совершенно было что-то новое Для Швеции, конечно Вот в то время Ну, это было Это было шоком Потом Понимаете Обычно, если Происходит аттентат То ведь там Ну, все Весь магазин, так сказать Да, почти Выстреливает Выстреливает А тут один выстрел И другой выстрел в супругу Притом мимо Как это так странно Ну, ей, кажется, ее ранило легко В руку ее, по-моему, задело Ой, там сложная ситуация Потому что есть сейчас один Такой очень Ну Нельзя сказать нудный Но очень он Дотошный Дотошный разрабатывает Версию этого полицейского следа Да И он Откопал В архиве Фотографию Да, где видно, что вот Его супруга Она вроде Там На месте убийства В Дубленке Угу А Уже Через это Некоторое время Когда она подъезжает К больнице Во-первых Она уехала На скорой помощи Вместе с этим Раненным мужем Да, смертельно А там она приезжает На полицейском Авто И в другом Черном пальто Что за маскарад Когда она успела Переодеться И эту Эту дубленочку Очень интересно Она вроде так На уровне лопаток Да Прошла Есть Входная дырка И выходная Да И только Поцарапала Кожу Чуть-чуть Вот этот Свен Анар Говорит Ну это же невозможно Но я не знаю Может быть Когда она так Повернулась И это пальто Вот так Как-то стал так Что им можно Его прострелить Да А если он так стоит То это же невозможно Вообще невозможно Ну одним словом Очень так И если Вот этот убийца Ну хорошо Там тогда Ну журналисты писали Но он видимо был Профессиональным стрелком Но не профессиональным убийцей Когда он увидел Как кровь Так сказать Хлынуло Хлынуло Из этого Ну улафа Да пальмы Ему рука задрожала И он вот Промахнулся Ну Он-то же видел Что он промахнулся Почему он не стрелял больше Чтобы если Она же его видела Это главный свидетель Да Почему он пожилел ее Но я не хочу Это Мне как-то очень Горько развивать Вот эту линию Что Ну что Этот Сен Анар Хочет сказать Что она была Соучастником Соучастником Ну видимо Ну а потом тоже После Вот когда расследование Шло Она очень Неохотно говорила Никаких Она Ну Главный свидетель Но она Ничего Так сказать Да Ну а когда там Пришел черед Ее Да Когда надо было Они Ну если мы Вообще-то надо было Пойти по порядку Да Один из подозреваемых Которого даже Засудили Но засудили На основании Показаний Лизбеты Пальмы Что вот она Якобы узнала В нем убийцу Но потом Кристо Петерсон Его оправдали И выпустили И все Других улик Не обнаружено было Других Не было Да Но черт с ним С этого Так сказать Притом Нашли Но про него Журналисты говорили Что этот человек Он не в состоянии В магазине Сосиски Украсть Так Чтобы не попадаться Не попасться Да Ну какой он Однокровный убийца Чтобы убить Премьер-министра Но надо Очень большие ресурсы И очень сильные мотивы Для этого У этого Ни того ни другого Ни другого Так что Это мимо Все Но вот Если сначала Как мы это восприняли Ну Я был удивлен Как полиция Вела себя Но они Оправдывали Что мы ведь тоже люди Но это Мы тоже в шоке все были Данис Секундочку Я вас перебью Но Надо сказать Что вы ведь Лично его знали Я лично не знал Нет Вы не знали Николай Васильевич Николай Васильевич Лично знал Олафа Пальмы И он С ним был В хороших Дружеских отношениях Очень много рассказывал Да И Я помню его Этот Такой Пальме Такой Ну немножко С такой Иронией Сказал Про Ну вот Шведская модель Чем она отличается От советского социализма Шведский социализм Советский социализм Палм говорил Вы мне Напоминаете Крестьянина Который Убил Зарезал свою корову И теперь Жалует Что остался Без молока Мы свою корову Не убили Наоборот Мы ее хорошо Кормим Но мы ее Хорошо Доим И она нам Дает Очень много Хорошего Молока Смысл То был Какой Что не надо Было Национализации Средств Производства Не надо Было Капиталистов Отобрать Средства Производства Надо было Отобрать Часть Прибыли Понимаете И Вот этот Момент Как-то Мы С Николаем Васильевичем Тоже Много Над этим Думали Что Понимаете Вот этот Шкала Прогрессивного Подоходного Налога Она Довольно Жестокая Вот это Я сам видел Как Пальма Вел В телевидении Но вы же изучали Экономику Швеции Это была Ваша диссертация Решающая Дискуссия Перед выборами Риксдаг Парламент Ульф Адельсон Который Правой Коалиции Возглавляет И Улав Палме И Господин Адельсон Ему Казалось бы Нокаутирующий Удар Как Вы можете Социал-демократы Быть Таким Негуманным Отобрать У человека 80% Его Заработанного Мне тоже Был шок 80% Боже Мой И Пальмой Улыбочкой Говорит Господин Адельсон Вы Во-первых Вы Изъяли От нашей Шкалы Подоходного Налога Самый Самый Верх Когда Оставшиеся 20% Миллионы И Это По-шведски Миллионер И Как Пальм Миллионер Вытянутыми Губами И Насмешкой И Господин Адельсон Вам Недостаточно 20% Миллионер Да И Вот Господин Адельсон Ему Можно Признаться Что Ему Недостаточно 20% Миллионов Да Ну Одним Словом Он Был Великолепный Полемист Да И По-моему Вот Мы Николай Васильевич Рассматривали Ну Это Не Битовое Убийство Это Политическое Заказное Политическое Убийство Так Какие Мотивы Внутриполитические Могут Быть Один Из Этих Мотивов Мы Что Он Что С ним Трудно Его Победить В дискуссиях Он Ну В любой Ситуации Очень хорошо Держит удар Он такой Что он Удар Держит И Наоборот Их Делает Посмещущим На контратаке Да На нем Вот Вот с такими Он Так сказать Ну Непобедим В дискуссиях Да Во-вторых Не могли Ему Простить Его Он Происходит Не то Что Буржуазной Семьи Да Но даже Аристократической Аристократической Да Ну как Он так Вдруг Ушел Предал Свой Класс Предал Свой Класс Да Вот И За это Его Ругали Не любили Там Карикатуры И все Ну может Быть Но Это же Тоже Все Ну Не 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 День Не Неделю А Годами Это Ничего Нового Это За ним Тянуло Все время Ну то есть Если бы Хотели Его Убить Сразу За это Более Да Ну Других Внутри Политических Мотив Мы просто Не Не Можем Найти Да Ведь Понимаете Атентат Политика Да Он Оправдан Но Когда Вот Этот Индивидуальный Террор Да Когда Человек Незаменим Ну Наполеон Один Только Другого Нет Да Ну Тогда Надо Его Так Зать И Порешать Таким Образом Да А Ведь Здесь Внутри Политической Ну Этот Пришел Его Заместитель Да Они Выиграли Следующие Выборы Так Что Я думаю Что Надо Искать Мотивы Во внешней Политике Да И его Деятельность Он был Очень Очень Я не знаю По-моему После войны Только Вот Был Даг Хаммершелд Он был Где-то В начале 50-е Годы Ну Генеральным Секретарем ООН Да Ну Тоже Погиб В аварии Да Авиакатастрофе Че-то Я знаю Его Там По-моему Тоже Кто-то Руку Приложил А Кроме Него Только Улав Палмик Был Известен Во всем Мире Своей Активностью Да И он Его Деятельность Вела Была Направлена Он Против Пиночета В Чили Да Против Апартоидов Южно-Африканской Республики Против Вьетнамской Войны Против Вьетнамской Войны Как он Ну Представьте себе Как это Американцам Да Было Когда он Будучи Министром Он тогда Еще не Премьер Он был Министром То ли Образования 73-й Год По-моему Он Идет В демонстрации По Стокгольму Вместе Вот Это Антивоенной Против Войны В Вьетнаме Да Он Идет Вместе С послом Северного Вьетнама Вот Рядом И вот Как это Американцев Это Сбессило Они Отозвали При том Что Кстати Олаф Пальм Отлично Владел Английским Языком И учился В Америке Конечно Конечно Дискуссия На английском Он прекрасно Мог тоже Вести Он не боялся И Советскому Союзу Как сказать Тоже Иногда По заслугам Да Да Воздать В 68-й год Там Чехословакия В том числе Но Кому он мешал На внешней Политической Арене Только сейчас У него Был Предусмотрен Да Запланирован Визит В Советский Союз И встреча С Горбачевым То ли 4 апреля 86-го года И один Из моих Шведских Знакомых Такой Хороший Да Он сказал Что мы Были Жили В другом Мире Если Эта встреча Состоялась Потому что Вот двое Таких Которые За Разрядку Вот Международной Напряженности Да Рейгана Ему Были Программа Звездных Войн Там И все А эти Деятельность Пальмы Была Направлена На то Что это Бессмысленно В этом Плане Они с Горбачевым Могли бы Договориться Да Но Я склонен К тому Что Вот Я Когда Исследую Вот эту Тему Да Нашел Публикации Американского Журналиста Это его Якобы Псейдоним Джон Андерсон Настоящий Франь Это его Журналистский Псейдоним А он Оказывается 11 лет До того Изучал Эту историю С убийством Джона Кеннеди И он Потом Стал изучать Убийство Улав Пальмы Он находит Очень много Схожих Моментов Моментов И он говорит Это ЦРУ США Чьими руками Это было сделано Это другой вопрос Но Заказчик ЦРУ И он Приводит Хороший Такой Аргумент По-моему Что якобы Палмы Подписал Себе Смертельный Приговор Когда он Будучи От Организации Объединенных Наций Однозначенным Как это Выдут Айс Посредником Посредником В этом Конфликте Между Ираном И Ираком Но К нему Якобы Обратилась Американская Сторона С предложением Вот Шведский Производитель Оружия Концерн Буфорш Не может ли Они Используя Буфорш Легальные Эти самые Пути Как им До Южной Кореи Продать А потом Чтобы это Пошло бы Ирану Нет Да Тогда они Были Нет Это как раз Ирак Они были На стороне Хусейна Тогда И Значит Ну Ну А он Конечно Наотрез Отказался Плюс Еще Сказал Что он С трибуны ООН Расскажет Про это Так сказать Продолжение Да Вот И Согласно Этому Джону Андерсону Это было Для Тогдашней Так сказать США Это было Недопустимо И якобы Этим Он себе Так сказать Ну Свою судьбу Определил Да Но Чьими руками Это другой вопрос И этот Андерсон Тоже Это может быть Ир Убийцы Посланные Присланные И Пиночетом И с Южноафриканской Республики Да И кстати Там вот Есть Эти свидетельства Да Что там Вот В этом В этот вечер Да Это 28 февраля Да В Стокгольме Центр В этом районе Да Там Ну Столько Было Свидетельств Мужчин С этими Ну Тогда Это называлось Воке Токи Да Это Ну Рациями Да И среди Деню Были Чернокожие Тоже Есть Так что Не знаю Кто там Только Не участвовал Да Но Понимаете Как Интересно В тот Роковой Вечер Много Таких Моментов Ну Просто Было Совпадение Да Они Находятся На территории Участка Полицейская Который Славился Своими Правой Крайне Правым И взглядом И ненавистью К пальме Второй Момент Он Отпустил Свою Охрану Потому что Ну что там Культ поход Семейный В кино Сходить Да Ничего Такого Особенного Ну он же Вообще Славился Своими Такими Свободными Манерами Ездил На велосипеде Вместе С супругой Расхаживал По Стокгольму Сам Один И Плюс Еще То Что Ну да Ну Они Пешком Прогуливались Да И это Было Совершенно Не запланировано Ну Эта прогулка Собственно И поход В кино Это был Спонтанно Они Спонтанно Они решили Это Там Где-то Они приняли решение Пойти в кино Где-то там Ну Не в 6 часов Не в 5 часов Уже после обеда Так что Те Которые Подслушали Видимо Это только Надо было знать То есть Что он будет Без охраны Что он будет Вот на территории Этого участка Где Кажется Полицейские Все По-моему Готовы Было На такое Да Ну И Организовать И Что меня Поразило Да Там Что Наверное Стоит Немножко Поговорить О том Как работала Шведская полиция Уже начала Приступила К расследованию Да Ну Во-первых Первый звонок О том Что произошло Убийство Не был принят Дежурной частью В течение полутора Или двух минут Они не отвечали Просто на телефонный звонок Даже Ну я там Все Это все Это в книге есть Да Но если так разобраться Это я Ну Волосы в дыбы Стоят Ну как Это может быть Такое Что Во-первых Значит Кто-то Первый экипаж Приехал Да Но там Через пару минут Потому что Там Какие-то Прохожие Просто Ну Стояла Протопатрульная машина Это Кумсгаттен Из Свея Вега Это ну Как бы За углом Да И вот Что там Полежаете Там Там Стрельба Была Да Ну и Те и поехали И приехали И Чисто Так сказать Полицейская Рутина Во сколько Это Да Они Зафиксировали Время И потом Уже Начинает Этот протокол Там писать Все что Они И Не сразу Узнали Только вот Лисберт Сказал Ты что С ума сошел Это же Мой муж Это же Мой улов Только тогда Они поняли А он Истекает Кровью Тем временем И Они Конечно Сообщают Свой Централь Это Да Но почему Там Столько Прошло Когда Вот эту Тревогу Да Объявили Черт Я узнаю Потом Это То есть У преступника Было время Скрыться Ну Представьте себе Такое Один из Вот парень Такой Не знаю Его Полицей Видали Кодовое Название Ларс Да Он видел Это Он видел Куда побежал Убийца Но он Тоже Вот Когда Пришел В себя И решил Что надо За ним Да Погнаться И он Побежал За ним И там Такой Интерес Это Параллельная Улица Она Там Разница В уровнях По лестнице Надо было Бежать И тогда На параллельную Улицу Ты выходишь И он Видит Что там Стоит Полицейская Машина 15 Номер 15 20 И убийцы Никакого Нет уже Нет Ну там А как Она там Оказалась До Объявления Тревоги И из-за этих Чертовых 6 минут Вот на этого Который приехал Полицейский Кстати он По званию Был старший Офицер Который В то время Был Профессионал И он Свою Честь Полицейскую Может Так Залог Что У него Правильное Время А тот Говорит Нет Было Столько После Объявления Тревоги Что они Мол Посмотрели Куда же Этот Убийца Побежит И якобы Чтобы его Перехватить Они поехали Там И его Ждали Во-первых Это Ложь Они Там Уже Были До Объявления Тревоги Во-вторых Этот Ларс Уже Бежал Так Почему Они Его Не Задержали Откуда Они Знали Что Это Не Убийца Они Дали Ему Убежать И все У нас Есть Звонок Данис Давайте Послушаем Добрый День Говорите Добрый День Извините Пожалуйста У вас Контроль Существует У вас Не Слышно Вашей Частоте 93,9 Да вы Что Ладно Хорошо Мы Сейчас Страшные Искажения Невозможно Какая Это Гармоника Ваша Только Лезет По Этой Частоте Понятно Хорошо Поняла Спасибо Большое Да Что Такое Хорошо И Значит Это Полицейская Машина Которая На Пути Убийцы Того Человека Который Гнался За ним Не Остановило Не Остановило Да И Вот Ну Такой Небольшой Как бы Скандал Был Потому Что Этот Упрямо Утверждает Что У него Точное Время Было Да Вот Этот Ларс Ну И Нет Ларс Это Просто Свидетель Да А Полицейский Профессионал Говорит Ну Как Это Ж Ну Но Он Потом Вынужден Был уйти Уже на пенсию И Его Отстранили Все И Как вам Сказать Ну Там Столько Неувязочек Да Представьте Себя Ну Убит Премьер Министра Страны Они Полицейские Ну Небольшой Такой Лентой Да Огородили Вроде Да Но Поста Не оставили Полицейского Там Чтобы стояли Там же Можно Понимать Там же Столько Любопытных Да Протоптали Да И там же Следы Как-то Затем Может быть То есть Улики И затоптаны Были Оказались Ну Да Они только Утром Приступили Как Так Затя Ну Осмотр Места Происшествия Да Ну Это же Тоже Никуда Не Грит Потом Они Объявили Тревогу Якобы Да Через Ну Тоже Интересно Представьте Себе Первые BBC Наверное Это уже Где-то Там Пол Первого Потом Исланье Даже В час По Шведским Каналам Каким-то То ли Уже Два Часа С лишним Было Да И Ну Непонятно Почему Так Поздно Да Потом BBC Объявила Об этом Убийстве Раньше Чем Шведские Радиостанции Куда Там Потом Стокгольм Это Город на островах И там Эти Скажем Ну Закрыть Блокировать Все Выезды Из этой части Да Из этого Острова Да Никаких проблем Ну Эта тревога Представь себе Южном Направлении Полицейской По технической Какой-то ошибкой Не получили Вот эту тревогу У них Кофейная Пауза Мол Спокойно Себе Выпивают Кофе Да Значит Южное Направление Было Свободно Туда Можно Было Выехать Ну Хоть на броневике Да Потом Пули Пули Ничего Не нашли Просушали Вот с этими Металлоискателями Не нашли А через пару дней Прохожие Находят Эти пули Притом Интересно Они без Хорошо Если она Вылетела Скажем Да Была Простреляна Скажем Улафа Да Но Где-то Она должна Была Быть Да Ну И какая-то Но Хорошо Если она Рикошетила То Должна Быть Какая-то Деформация Но Нет Это Кругленькая Красивенькая Пулечка Да Пулька Опять Но Видимо Это Не те Пули Ну Конечно Оружие Не нашли До сих пор Не нашли Это Ну То Что Творилось И представьте Если Был Был Нормальный Ход Расследования Убийство В Стокгольме Ну Кто Этим Должен Был Заниматься В полиции Есть Подразделение Да По Расследованию Убийств Ну Это Вообще Особо Тяжкое Преступление Такого Рода Вот Этот Начальник Этого Отделения Да Он Узнает Об этом Убийстве Утром Пол Седьмого За завтраком Он сидит И радио И радио Слушает И Ему Никто Не Позвонил Его Не Вызвали На Работу А Руководство Взял Всей Этой Группе По Расследованию Убийства Вот Такой Ханс Холмер Он Начальник Полиции Стокгольмского Все Это Лена Да Как бы Но Он Сам Себя Назначил И Это Тоже Очень Такой Человек Видимо Скользкий Был Потому Что Он Официальные Версии Что У него Есть Алиби Он Не Находился В Стокгольме Он Был На Пути К Этому Ваза Лопет Знаете Бег На Семьдесят С лишним Километров Из Фалуны В Муру Это Даларно Вот Он Ягод В Фалуне Находится В городе Да В гостинице Был Оказывается Он Врет Его Водитель Да Оказывается Очень Тщательно Все Расписал Свой Последний Рабочий День Куда Он Ехал С кем Он Ехал Да И В принципе Этот Холмер Он Его По Центру Города Крутил Туда Сюда И До С позднего Вечера И Даже Когда Это Убийство Уже Случилось Они Едут Туда И Холмер Ему Говорит А теперь Медленно Проезжай Мимо Разве Можете Себе Такое Представить Чтобы Не остановиться Начальнику Полиции Но Он Он Хочет Видеть Все Только Да А Остановиться Ему Не Надо То есть Вы Предполагаете Что Он Был Свидетелем Самого Преступления Он Замешан По Моему По Уше Да Потому Что Он Потом Все Эти Лживые Следы Да Это От Него Исходило Там Одного 33-летнего Мужчину Задержали Но Потом Опять Были Вырежены Отпустить Потом Он Хотел Навязать Так Называемый Курдский След Там Эти Курдские Эмигранты Швеции Да И Действительно Они Между Собой Иногда Вот Такие Разборки Делали И Там Были Насилие И Убийство Да Ну Почему То Вот На Этих Курдов Потом Была Акция Там Больше 25 По-моему Арестовали На 5 Был Я Вынужден Отпустить Ну И В конце Концов Он Был Так С Позором Вынужден Ратироваться Да Ушел На пенсию Этот Хольмер То есть Я понимаю Так Даня Что Вы Придерживаетесь Версии Что В Самом Этом Убийстве Были Замешаны Полицейские Чины Не Без Этого Не Без Этого Это Я На 100% Уверен Но Готов Поспорить Если Есть Но Что Интересно Вот Есть Столько Фактов Таких Да Ну Которые Если Кто-то Может Объяснить Да Но Они Тоже По-хитрому Все Что Связано С Полицией Это Должно Расследовать Полиция Безопасности А Все Что Исходит От Полиции Безопасности Это Секретно Но Всему Есть Логическая Объяснение Вот То Что Видели Мол Много Людей Там На Улице С Этими Рациями Да Это Оказывается Это Не Полицейские Это Служба Как Это Охраны Ну Частный Охранник Какой-то Там Да Потом Там Полицейских Машин Столько Нет Они Пьяных Шоферов Мол Ловили Да Это Там Ничего С Этим Убийством Ничего Общего Нет Да Но Таким Все равно Они Были И Люди Которые И среди Журналистов Которые Писали Про это И Свен Анер Его Первая Книга Так и Называлась Полицейский След Его Очень Хорошо Аргументировано Все Там И Были Вынуждены Через Год Создать Не Знаю Уже Какой Последователь Но Там Была Парламентская Комиссия Которая Изучала Полицейской Так Действия Полиции Потом Юридическая Комиссия Потом Еще Третья Четыре Комиссии Были Выражены Заниматься Этим Вопросом Но К сожалению Они Очень Упрямы Нет 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 И Сейчас Вот Это Тоже Интересно Как Не Точку Поставили В этом деле Не То ли 10 То ли 8 Июня Была Пресс-конференция Руководителя Группы Расследования Убийства Пальмы Тоже Однофамилец Этого Подозреваемого Тоже Кристор Петерсон Он Прокурор Вот Он Говорит Что Июня Какого Года Вот Сейчас Недавно А Буквально Вот На Днях Да 34 Года Прошла А Отлично Сейчас Они Поставили Точку А Почему Потому Что Мол Они Подозревают Там Такого Стига Энгстрем Который Якобы Работал У него Рабочее Место В здании Который Рядом С Местом Убийства И Якобы Он Там Ну Видели Там И что-то Такое Противоречивое Какие-то Показания Против Него Хотя То Что Я Ну Я Тоже Очень Так Свердно И думаю Тщательно Расследовал То Что Было В печати Да Про Такого Энгстрема Там Ничего Не Говорится Его Там Не Было Но Теперь Вот Он Такой Подозреваемый Но Он Бедняга В 2000 Году Умер Его Уже Больше Так Ничего Не Ну Это Он Они Уверены Что Это Он Ну И Поскольку Он Умер Ну Все Тогда Дело Закрываем И все Таким Удачно Да Ну Там Там Конечно Есть Возмущение В обществе Таким Отношениям За Это И Они Я думаю Что Еще Будет Но Одним словом Они Поставили Точку Но Там Она Это Вообще 34 Года Представь Тебе Там Сколько Якобы Статистика Статистика Для Так Зач Тем Как Они Усердно Мало Работали Ну Агром Там 78 Тысяч Якобы Людей Они Просеяли Просеяли Столько Это Там Было Уже Допрошено Да 78 Этих Ну Револьверов Якобы Тоже Но Так И Не Нашли Настоящего Ну Так Якобы Бездили Так Нельзя Упрекнуть Что Они Бездействовали Но То Что Они По Ложному Следу Шли И Специально Вот Эти Ложные Следы По-моему Создавались Чтобы Горячие Следы Чтобы Остыли Представьте Себе Вот Такой Эпизод У нас Еще Есть Время Немножко Да Буквально Пять Минут Оказывается Это 86 Год Но Через 6 Лет 92 Год Двое Девушек Финских Девушек Одна Они Узнают Знакомого Мужчину С которым Они Вместе В фитнес Клубе Там Упланс Весби Это Под Стокгольмом 40 километров Да Занимались Да Они Прекрасно Знают Его Что он Финн По национальности Да Они Обращаются На финском языке Ему Сколько Время Скажи Да Тот Молчит Ну Что Ты Не Говоришь Сколько Время Только Тогда Она Увидит Что У него Вот Этот Самый Воки Токи Здесь И он На финском Языке Говорит Меня Узнали Что Мне Делать А До Этого Тоже На финском Языке В этом Этой Рации Они Идут А тот Отвечает Меня Узнали Что Мне Делать Наплевать Делай Что Ты Должен Делать И Только Тогда Эта Девушка Видит Что У него Есть Револьвер Револьвер Здесь Да Но Они Испугались И ушли И только Тогда Они Эти два Выстрела Слышали Уже Когда Дали И Там На Другой День Или Там Чуть Попозже Они То ли По радио То ли В газетах Вычитали Что Полиция Разыскивает Две Женщины Которые Там Вот Были В этом И Оказывается Вот так Теперь Это Стало Известно И Личность Этого Они Его Узнали В лицо Что Он Некий Анти Авсан Полицейский Из этого Нормаймского Участка Он Эстонец По Национальности Но От Эстонского Им Финский Язык Это Чуть Не Братский Он Знает Финский И Надо Было Только Установить А кто С ним Мог Говорить На Финском Языке Был Ли Там Среди Нормаймской Где Этот Участок Центральный Стокгольм Центр Там Тоже Есть Еще Другой Финскоговорящий Да Оказывается Есть И Его Этого Анти Авсана Но Он Уже Через Время Прошло Шесть лет Прошло Он За это Время Уже Выучился Закончил Университет Юрист И Даже Стал Депутатом Парламента Рейхсдага Вот Этой Правой Правой Правобуржуарной Партии Но якобы Его Три раза Допросили Но ему Жена Алиби Он был Дома И все Алиби Жены Так сказать Весит Больше Хорошо Сегодня мы В программе Очевидец Вместе с Данисом Зелманисом Вспоминали Самое громкое Наверное Политическое Убийство Европы 20 века Убийство Олафа Пальма Премьер-министра Швеции Сегодня мы Не поговорили О том Что было Общего Между Швецией И Латвией В ее экономике И что Мог бы Данис нам Рассказать О том Как он Изучал Этот вопрос И какие Выводы он Сделал Может быть Мы когда-то Через какое-то Время Вернемся К этому вопросу А сегодня Мы благодарим За участие Доктора экономики Латвийского Советского Дипломата Даниса Зелмениса И Звукорежиссера В студии Евгения Копейна А с вами Была Автор и ведущая Людмила Прибыльская Всего доброго Продолжение следует